Уважаемые гости, поаплодируйте тех, кто немножко замерз В общем, смотрите, забудьте о том, что холодно Прямо сейчас будет горячо Потому что это непростое событие Сегодня здесь собрались самые родные и близкие люди для наших ребят И для нас было бы очень важно, если бы вы их согревали С классными аплодисментами, громкими, что самое главное И постоянно улыбались Улыбнитесь все Все, 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 замечательно Мой любимый вопрос, который я сегодня буду задавать на протяжении всего вечера Родные, как ваше настроение? Дорогие друзья, я бы хотел, во-первых, выразить каждому из вас огромную благодарность За то, что сегодня вы нашли время и пришли на это торжество Сегодня в завершении вечера каждый из вас скажет, что это лучшая свадьба, на которой вы когда-либо были Несмотря даже на погодные условия, которые нам сегодня погода преподнесла Наверное, я не вправе прямо сейчас тянуть время, потому что наша невеста стоит, дрожит ей очень холодно, но я знаю, что ее греет любовь Во-первых, ее греет любовь не только нашего жениха, если вы уже заметили, она стоит с одним очень главным мужчиной в ее жизни Лера, пока что появляться здесь не надо, пока что очень рано Если прямо сейчас к нам должен был выбежать наш жених, и вы его должны были встретить, то сегодня все немножечко по-другому Наш жених уже находится перед вами Поаплодируйте ему, он красавчик, он молодец, что сегодня благодаря ему состоялось это событие Лер, я надеюсь, ты в боевой готовности Дорогие друзья, прямо сейчас перед вами появится по-настоящему шикарная Знаете, она такая маленькая, худенькая Мы понимаем, что сейчас прохладненькая И ее согреют только ваши крики, ваши овации, ваши эмоции И она находится, как я уже говорил, с одним самым главным мужчиной из ее жизни Это ее папа И я даже не могу представить, какие эмоции сейчас испытывает ее папа Потому что вот она совсем недавно была такой маленькой Еще она не могла ходить А сегодня он ее уже поведет под ручку к педесталу ее любви Ваши овации, дорогие друзья, мы встречаем самую очаровательную невесту Леру С сопровождением ее отца Поддержите их овациями, встречаем! Прямо сейчас, конечно же, папа передает руку своей дочери Мужчине, который ее возьмет сегодня за руку, который идет по жизни Аплодисменты папе, он заслужит эти эмоции Отдай ей букет, потому что это ее Это уже не твое Лер, ты плачешь? Это слезы счастья? Аплодисменты им за это? Это настоящие эмоции, которые подвластны, но не каждому Знаете, я сегодня с вами буду максимально честен Я сегодня буду не просто так вас называть родными Потому что сегодня каждый из вас, как для наших молодых и для меня, родной человек И в начале этого дня, когда я проснулся, и мы собирались на эту свадьбу Я сидел за столом, пил чай, мы разговаривали с родителями о этой свадьбе Конечно же, моей маме все было интересно узнать, что же сегодня будет И когда я показал фотографию нашего жениха, она вспомнила моего папу в молодости Но когда я начал рассказывать их историю, как же все закрутилось, как же все завертелось Она сказала, Максим, это будет замечательная свадьба, потому что эти ребята очень похожи на нас А мы уже в браке очень долго, и у них все будет хорошо Но, во-первых, начнем с самого главного, что в детстве они очень, ну, как бы, любили путешествовать Что у нас жених, что наша невеста Но также наша невеста была немножечко видеоблогером Она занималась видеосъемкой, обрабатывала фотографии в фотошопе У нее даже был свой блог, канал на ютубе и небольшой фан-клуб ВКонтакте И вот, знаете, проходит время, нашему жениху звонит дядя Кстати, где тот самый дядя? Поднимите, пожалуйста, руку Дядя Кто? Где? Поднимите руку Вот тот самый дядя, который позвонил нашему жениху В общем, где-то он здесь И, знаете, он звонит Олегу и говорит Олег, ты жениться собираешься вообще? Олег говорит, на ком? Ну, на мужике, конечно же Но он пошутил Проходит время, и они организовывают первую встречу Первая встреча состоялась в доме у нашей невесты Тогда наш жених с дядей и с тетей Приехали к ним в гости И их встретил, конечно же, папа Гостеприимный папе Папа Еще раз аплодисменты Пожалуйста, подавите ему И вот они заходят в дом, где накрыт стол Собрались родственники И самое интересное Оп! Свидетель, помогай! Свидетельница Держи И они проходят в дом, где накрыт стол Собрались родные и близкие для них люди И так получилось интересно, что наш жених и наша невеста Сели по разные углы этого стола И когда, во-первых, Леди сказали, что есть парень, с которым нужно познакомиться Она целую неделю говорила нет И даже в один вечер ушла из дома Но потом вернулась И вот они сидели за одним столом Общались, разговаривали Но, кроме наших ребят Они сидели тихо И тетя нашего жениха постоянно подталкивала его Мол, почему ты сидишь? Почему ты ничего не говоришь? И тут про нашего жениха Олега начали рассказывать самые интересные и смешные истории жизни В общем, сказать, представили его с лучшей стороны И когда все ушли на улицу, а они остались вдвоем, дома Тебе холодно? Все, ты горячий парень, мы в тебя верим И когда все ушли на улицу, они остались вдвоем дома Он не знает, что говорить И он ей предложил пойти покурить на улицу, чтобы хоть как-то начать общение Она его отшила Они немножко пообщались и дальше сидели умолча Когда все вернулись в дом Пришла бабушка Которая должна была сидеть С младшим из поколения тех гостей, которые находились в этом доме И бабушка переставила тарелку Леры поближе к Олегу Чтобы они хоть как-то начали общаться Но потом папа нашей невесты сказал А иди покажи дом нашему гостю И заодно, пожалуйста, попроси его, чтобы он установил мне программу на компьютер Как выяснилось немножечко попозже Программа нужна была для того, чтобы они хоть как-то начали общаться Они ушли к ней в комнату С ними была бутылка Мартини Тот самый компьютер И они не заметили, как прошло то время Как эта бутылочка закончилась Программа-то установилась хотя бы Все получилось Папа был рад Замечательно И вот именно в тот вечер они начали общаться Говорить про то время, что у них было до этого И они поняли, что у них очень много общего И вот когда вечер подошел к концу Они сидели все вместе за столом Пили чай и ели пирог Пришло время прощаться Наш женик Олег уехал с этой дядей домой Но наша невеста подумала Я что, ему не понравилось? Он даже не спросил у меня телефон Он даже не спросил у меня социальные сети Но оказалось, что у Олега уже была страничка В инстаграме нашей невесты Леры И когда он приехал домой Он ей написал Как она мне призналась совсем недавно Она ему ответила не сразу Но она все же ему ответила И они договорились о встрече Они решили пойти в кинотеатр Что оказалось не самой лучшей идеей Потому что в кинотеатре, как правило, толком не поговоришь И вот, когда этот вечер следующего дня Подходит к концу Они поехали домой Наша невеста Лера была за рулем Олег был рядом Она его отвезла к дяде Потому что у него был день рождения И тут Олег задает очень интересный вопрос Слушай, ну можно я тебя хотя бы в щечку поцелую? Она ему ответила взаимностью Аплодисменты им за это Первый этап состоялся И проходит время Она приглашает его к себе в гости Она тогда сидела с младшим братом Они сидели, смотрели фильмы И именно в этот вечер Состоялся первый поцелуй Как уже новый пара Я думаю, здесь вновь можно им поаплодировать За этот момент И знаете, проходит время Как написала наша невеста Это самый важный день для каждой девушки в жизни Когда делают предложения И для нее было очень важно Чтобы у нее был красивый маникюр Красивая прическа А Олег Он молодец Он как будто заранее все это подготовил В этот день Она поехала на прическу В общем, она сделала из себя королеву И мама говорит Заедьте, пожалуйста Заберите цветы Чтобы подарить Моей подруге на день рождения В общем, надо было сделать все возможное Чтобы она не поняла Что этот букет для нее И вот когда они встретились Олег уже начал спрашивать Может быть, поедем туда Может быть, поедем сюда Но она уже догадывалась Что именно в этот день Состоится самое главное событие В ее жизни На заднем сидении машины Лежал тот самый букет И когда Лера посмотрела на него Олег сказал Это не тебе Обрадовал И когда они все же поехали Он предложил заехать В одно очень красивое место Это было его, так сказать, секретное место Очень красивый вид на набережной И когда он выходил из машины Лера заметила у него Ту самую коробочку в штанах В общем, Олег себя сдал И когда они стояли Общались, разговаривали Олег произносит самые главные слова В жизни каждого мужчины Станешь ли ты моей женой? И она ему ответила Да! Ваши аплодисменты им за это! И потом, дорогие друзья Когда встал вопрос Кого же пригласить На самое главное событие в их жизни Они, конечно же, пригласили вас Уважаемые гости Сегодня для вас большой почет Присутствовать на этом торжестве И разделять с ними эту радость Я уверен, что вы сделаете их день Но мы немножечко, знаете Возвращаемся в ЗАГС Во-первых, в ЗАГСе наши ребята тоже плакали Раз у вас там спрашивали Готовы ли вы? Я вас тоже спрашиваю Вы готовы? Что? Ваши аплодисменты им за это! Да! Предупрежу И знаете, прямо сейчас рядом со мной Стоит вот этот вот прекрасный парень С очаровательной прической Он готовился к этому событию Он даже сходил, наверное, в барбершоп Чтобы сделать укладку бороды Бутоньерка Вообще шикарно Покажи всем, что находится у тебя в руках Не просто так В его руках находятся те самые Кольца Которые прямо сейчас окажутся на пальчиках наших ребят Понимаешь, тебе подожди рано Я же тебя должен красиво представить Тебе выпала уникальная возможность Преподнести для них эти кольца Тебе выпала уникальная возможность Держать платье невесты И сидеть на этом пьедестале Понимаешь, такого больше никогда не будет Первый и последний раз Запомните этот момент навсегда И получайте самые лучшие эмоции от этого Ну что? Во-первых, тебе все аплодируют Поддержите нашего свидетеля Но как только ты подойдешь поближе к ним Гости будут плечать и аплодировать намного громче Ну что, мы готовы начинать? Пожалуйста, представь для них Эти колечки Взорвитесь эмоциями! Свадьба! Тут можно аплодировать Даже не можно, а нужно Поддерживать их Смотрите, прямо сейчас вам нужно сделать одну важную вещь Показать один палец вот так Получится? Есть! Да! Аплодисменты им! Классно! Я, конечно, прекрасно понимаю, что я Имею какие-то права объявить вас мужем и женой Но я бы хотел это сделать не один Уважаемые гости Прямо сейчас я начну, а вы продолжите Именно вы объявите их мужем и женой Вы готовы? Если да, покричите немножко Да! Мы объявляем вас мужем и женой Помните, да, фразу? Ребята Дело в том, что В присутствии всех ваших гостей Внимание! Мы объявляем вас мужем и Субтитры создавал Ну, теперь жених может поцеловать невесту Дайте им шума! Мне кажется, самое страшное теперь точно позади Мы объявили вас мужем и женой Вновь покажите колечко всем Именно один палец Один Все получается Все отлично И, конечно, мы прекрасно понимаем Что пока Во-первых, мы будем честны с вашими гостями Уважаемые гости Пока мы все с вами трезвые Красивые Не красные Не натанцованные Мы понимаем, что мы должны сделать Самые шикарные фотографии С нашими молодыми Такой вопрос Вы счастливы? Это не может не радовать Прямо сейчас я приглашаю, конечно же Самое главное для вас людей Это родителей Поддержите родителей аплодисментами Мы встречаем вас около ваших детей Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok